Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Это видео совместно прочитано за август 2014-го. Совправим мы все о двух книжетках. Начнем, пожалуй, с легенького, с легенькой промышленности. Данцовый ужас на крыльях ночи. Главный героиник здесь Виола Тараканова. Ничего не могу сказать толком об этой книге, потому что как-то она для меня прошла как-то незамеченно. Но я так проскользила про ней и никаких впечатлений не получила. Что-то такое? Нет, ну нормально, нисколько не хуже, чем остальные. Она как-то сейчас стала дансово сносить на какие-то вот такие аномальные, какие-то мутантные такие вот моменты. А чего было в ужасе на крыльях ночи? А, это существо. Ну, существо, да, и плюс еще во имя науки и прочего. Давайте мы еще и отец с дочерью, чтобы родили, так сказать, дитя, а чтобы потом все это во имя и во имя. Мне, кстати, здесь понравилось, как мы все знаем, Донсо в начале своих произведений пишет какую-то юморную, но философскую зато мысль. Мне здесь понравилось, цитирую, «Мужчина, который пытается одновременно угодить и маме, и жене самый несчастный человек на свете». Ну и перейдем к другой книге. Это сербский писатель Петрович, которого я поначалу норовила позвать Петрович. Книга с местом для свиданий. Это самая странная книга, которую я когда-либо читала, в хорошем смысле слова. Она очень вкусная, аппетитная. Все эти слова, местоимения, прилагательные, союзы, они так между собой сочетаются великолепно, что в результате получается нечто изумительное совершенно. Я на Лайфлибе писала отзыв такой огромный. Я там много слов написала. Почти такие же. Кстати, о словах Петрович очень любит слово, очень любит книги. Это очевидно, когда читаешь его. И у меня постоянно были ощущения, что у меня руки чернило, хотя я читала в том варианте. Но возвращаясь к нашим баранам, о что я хотела сказать? О слове или об идее, об этой книге. Ну, отзыв ты уже написала. А, да. Что ты могла уже сказать? Значит, я там много-много слов написала про книгу, ну, свои эмоции, которые я получила. И мне пишет девушка в комментариях, что очень любопытно, захотелось прочитать. Ну, непонятно, о чем сюжет. Я ей ответила, а там нет сюжета. Как такового. И как-то, да, все очень интересно, все очень вкусно. Это самая вкусная книга, которую когда-либо проглатывала. Ну, вот нет, там сюжета. Давай отказываться ей впечатление. Ну, я была уже предупреждена, так сказать, тобой. Я расхвалила, да. Да, это самое странное, в чем там странность. Правда, мы, как всегда, не обсуждаем, не докладываем, дабы не сбивать этот самый. Поэтому я уже была наготове получить нечто такое. И вот начала, и все, читаю, и жду, и жду, и жду, и жду, и жду, и жду. Ну, я, наверное, перехвалила. Да, дело не в том. Она действительно странная. Диалогов как-то, 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 как-то нет почти, можно сказать. Описывается, описывается, описывается. Это, как бы, даже занудство какое-то. Не, я ни разу не... Все это подробности, как он себя это представляет. И все это он расписывает, все это он в книгу носит, носит, носит. Но сама вот идея, что, так сказать, виртуальная реальность, да. То есть здесь их нет, они не знакомы, женщины и мужчины, об ним так говорить. А вот там они встречаются, подговоренностью особой. Именно там. Так, мы, по-моему, сейчас с тобой напугали людей. Речь идет не параллельно с Елиной, там совершенно другая тема. Да, потому что они совершенно новые. Да, совершенно новые. Я ни такого не слышала. Да, что-то похожее мы говорили вот на этот лес. Какой лес? Темный, черный лес. Какой темный лес? Ну, где выпрыгивали, читаешь книгу. По-особому. Чемнельное сердце? Ну, типа такого. И вот, соной, и вот. Ну, вот и все, пожалуй. Это все, брат пришел. До скорых колек.